Друзовая, ну, что-то свое. Потом прозвучало, что она может быть еще и матерью, но это совершенно другие роли, то есть, ну как, у нее. И поэтому ответы тоже могут быть разные. Поэтому контекст надо. И она может быть сестрой, она может быть теткой по отношению. Она может быть мать, бабушкой. Да, но Алексей-то говорит конкретно про женщину. Про супругу. Да, твоя ли женщина. И когда мы это тоже понимаем, потому что мне понравилось, как вот спросили эксперта по безопасности, что нужно девушке делать, когда она на нее нападает. Он говорит, и он мне понравилось, хорошо ответил. Вот кто вопрос задавал, он просто не понял его. Он говорит, вы объясните, что вот, ну вот дайте универсальный совет, ну как бы дайте универсальный ответ. Его, ну просто не будет как бы для конкретной ситуации. Если в концепции безопасности, кто нападает, где нападает, летом, где, зимой, говорит, что надо взять предмет, в глаз воткнуть, он просто пришел поздороваться. То есть, твои действия уже неадекватны. Дальше, если это маньяк, я там девушка, да, я в глаз, да, я его только раззадорю, скажем так. Смогу ли я убежать, далеко ли я смогу убежать, смогу ли я на помощь позвать. Ну вот он задал, дайте вот совет, что нужно вот сделать так, и ты спасешься, скажем так. И здесь женщины так же, дайте мне универсальный совет, я буду с ней, это как вот, как солнце, ну солнце. На расстоянии находишься, тебе тепло, ну баню возьмите, да. Бывает холодно, бывает жарко, бывает комфортно, скажем так. Короче, модератор, скажите, пожалуйста, а вот оратор, он тоже мог бы ответить на вопрос про женщину? Или он, он, он как бы делает некое резюме? Да и это его проблема, да. Ну оратор, видать, это... Увлекся? Парень-то не промах. Давай, ответь на вопрос. Мне кажется, да, он... Он нас хочет обсуждать, понимаешь? Он не женщину хочет, он нас, и мужчина хочет обсуждать. Какой смысл. А как женщину-то осудишь? Ну, весь смысл. Что для меня конкретно? Да. Конечно. Блин, ты... Да. Сила ночи, сила дня одинаково. Да. Это понятно. Я... Или хорошо, или ничего, я промолчу. Ну вот, если про эту конкретную. Лучше вообще ничего. Да, Влад еще понятно, не выработал. Хорошо, Леха, а вот ты хотел что-то помнишь сказать? Ты вот понял, что... Что в конце концов, вот то, что мы говорим. Ну, мы вообще как-то... Ну, как бы, все одинаково. Ты тоже предполагаешь так же, как мы... Все одинаково. У всех одинаково все. Абсолютно. Абсолютно. Кто-то терпит, кто-то... Вот вопрос в дистанции. Слушай. Кто-то перестраивается. Кто-то подстраивается. Все они ведут себя одинаково. И тут уже получается вопрос мужчины. Как ты надреагируешь? Да. Дозволяешь ты или не дозволяешь? Постраиваешься и не поздравишься. Это... Да. Вот слова, это как вот ножик, допустим. Вот Рустам сказал, можно сказать? Роман такой. Нет. Вопрос. Можно как бы отстраниться. Если можно ножик вытаскивать. Ну, и в отношениях так же. Почему? У нас есть физическое тело, есть тонкое тело, ментальное. Физическое тело мы научились за 30, там, сколько лет. Я не знаю ваших супруг. Я знаю супругу Романа. Я знаю свою супругу бывшую. Я знаю супругу моего отца. Я знаю супругу моего бывшего тестя. Они все ведут себя одинаково. Одинаково. Не фу. Мой отец. Мой отец. А, и знаю, да, Викторию Фимовну, и знаю... Вот тоже вот парадокс. Но, несмотря на это, несмотря на все, вот я же тоже знаю твоих родителей, да? Ну, очень хорошо. Сколько лет? С 13-летнего возраста практически. С 14-летнего. Ну, как вот мы так скажем. И меня вот поражает то, что с какой легкостью сегодня зачастую все находят быстрее решение каких-то, не проблем, каких-то урегулирования жизненных ситуаций путем вот такого, а, а что, все, разбежались. Слушай, куча, я вот смотрю на своих родителей, куча разных жизненных ситуаций. Да, да, да. Георгий, сколько, извиняюсь, на камеру нельзя. Но все равно, каким-то образом они все равно как-то находят вот эту вот некую, как ты сказал, опору друг к друге. Вот это амакосе, как доверие, которое оно настолько переклюет. Но сегодня зачастую, я же помню тоже по себе, вот я, допустим, со своей супругой, мы практически три раза официально расходились. И в то же время я понимал, что, и вот сейчас понимаю, хотя есть много, как говорится, с моей колокольней претензий, опять с моей колокольней, но я понимаю, что, ну, наверное, вот сегодняшняя ситуация такая, что вот это, наверное, то-то, на самом деле, как бы опора, которая нужна. Да, несмотря на то, что, да, я делаю там свои вещи и так далее, но какие-то есть у меня. А если ты понимаешь, что нет, что не та опора? Ну, тогда, да, вот смотри, а как я понимаю, что делать не то, что я и приказал, это тоже вот мы обсуждали вопрос воспитывать или воспитываться. Когда мы, вот мне один чувак сказал такую вещь, он сказал так, детей надо любить, а воспитывать себя. И вот здесь я с ним полностью, и это я на все, вот я вижу, что вот если так пересмотреть свою жизнь, то есть любить надо людей. И если это женщина, и ты ее выбрал, вот первоначально, сначала было плотское и так далее, люби ее, воспитывай себя. Значит, я себя буду воспитывать. В чем? В том, что я буду таким, 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 таким. А это повлечет за собой ответную, вот ты, Рустем, рассказывал что? Мысль. Потом что? Как ты говорил? Благодаря. Ну, наша пословица, да? Мысль, поступок, да, что? Потом привычка. Привычка. Потом характер. Характер. Потом судьба. Потом судьба. Вот она и есть. Первая мысль, это просто вот плотское какое желание. Потом поступок какой-то, да, там это, потом. Ну, поступки поражают частые поступки. Характер. Характер, то есть мы как бы вот это. Да, привычку, извини. Привычку. Потом уже. характер ну как бы вот мы как бы вот один характер как бы да он может быть разный но потом судьба все это уже как бы вот это вот переплетенная макосе доверия но не все так однозначно согласен это не точно пойдемте греться сколько ну ну мне там например осталось там ну акте ниже несколько 250 лет ты сказал 210 250 еще хорошим хорошим ты прошли к ножу про штык ношу десяточка про штык ношу что у кого штык ношу а у кого-то грипп потерпеть лёх ну ты про терпение да не терпи вот и вот в том то и дело оно не должен терпеть нет нет тогда иди нахуй извините не надо ставить вопрос даже повестку дня что я терплю нет это не терпение вот допустим что-то делает не так женщина это не значит что ей нужно терпеть это не значит терпеть от отодвинуться а потом потом понимать и жить ну ну как бы и жить и это и прийти и слушать вот это блять ну вот так вот по штуке баба 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 надо поговорка моего хорошего знакомого его отца другой бы спорил Другой бы спорил. А зачем, если я просто могу сказать... А, можешь, делаешь. Да, можешь, делаешь, идёшь. Не можешь, не делаешь, да? Наберешь за вопросом женщины, какова-то. Что ты думаешь, что, уйдя от одной женщины, ты можешь что-то найти в другой, если не все одинаковые? Нет, я вот сейчас, пообщавшись с другой женщиной, понял, что нихрена! Нет, они все... Нет, все одинаковые, это женский пол, мужской пол. Поэтому нет, нет, да. Одному, во. Могу комментарии, да? Да, конечно. Я бы не удивился, если бы вам сказал, нет. Я сейчас скажу с просьбой, чтобы меня потом прокомментировал Влад. Вы знаете? Нет. Чтобы ты прокомментировал, как эксперт. Значит, первое, что я увидел, что ты рассказываешь. То, что ты говоришь, по всей видимости, токсичные отношения, надо рвать. Да я уже развелся год назад. Абсолютная точка. Ну, раз тебя это гложет, значит, ты... Не развелся. Не доразвелся. Либо не отпустил в ситуацию, либо там еще что-то, да? Разве ты там живете вместе и так далее. И второе, да? У психологов есть такая штука, что человек в другом человеке, зеркало. То, что не нравится тебе в другом человеке, это есть в тебе. Попробуй в себе найти какие-то штуки. Да, вот я хотел тоже сказать. И, может быть, тут надо вот это изменить. Я не говорю, что надо сохранять отношения или не надо. Это другой вопрос. И посмотреть просто через эту призму. А теперь комментарий экспертов. Правильно я сказал или нет? Дайте мне хоть съесть витаминный этот. Правильно. Все правильно. Зеркало – это зеркало. Это понятно. Мы же все дзюдо занимаемся. Да. Ну, для дзюдо я что-то себя к дзюдоистам причислил. Ну, там же с нами с дзюдоистами связались с дзюдоистами. А что, тест не сдавал что еще? Он? Да. Нет. Тест на дзюдо 19 не сдавал? Это что такое? Это тест такой. Это у них там такой. У них свое, да? Да. Анализ берется ложкой. Столовый. Столовый. Нет. Правильно ты говоришь. Ну, хочешь слышать подтверждение. Как я попал в нелепую ситуацию, допустим. Вот эксперт, да? И ты такой, я говорю, раздувается туда-сюда, да? Я так говорю. Вот ситуация. Мужчина – женщина, да? Ну, и одну сторону знаю, и другую, скажем так. Угу. И одну, и другую, да? И что, говорю? Ну, что, я здесь не права, что ли? Теоретически. И тут уже мы про выбор говорим. Прав ты, не прав. Хорошо тебе? Ну, как? Прав, кто счастлив. Вот и все. Если ты не счастлив, то ты уже, ну, априори. Ну, где-то затык. Ну, нам надо, надо покопаться, скажем так. Ты сказал, вначале решение делать. Кто счастлив, тот прав. И поэтому я тоже сказал. Я говорю, ну, этот-то прав. Ты плохой психолог. Ну, допустим. Ну, человек все равно, если он осознанный, взрослый, он поймет, что… Я по-другому бы и не мог сказать. Но… Есть еще какое, что… Ну, и ты и прав, и ты и прав. Это проститутная такая позиция, скажем так. Ну, и есть роль судьи, допустим. Ну, ты на себя… Если тебе дали полномочия на соревнованиях судьи, ты судья, да? А на трибуне тебе не дали никто. Ты зритель. А ты выполняешь роль судьи. Вот вы там плохо бегаете, не так боретесь. Ну, понимаете? И если мы исполняем не свою роль в данный момент, то у нас получается дисбаланс. Или не определяете на берегу полномочия людей на корабле. Не определишь все равно на берегу. Потому что люди обуваются в воздухе. Да. Это вообще не подслужно. В воздух на корабле. Это вот… Да. Ну, в моменте, как мы говорим, надо быть. Поэтому, кто прав, кто не прав, иногда ситуация теряет вообще смысл. Ну, да. То есть, если человек сидит и пилит сук, на котором сидит, а на этом суху еще там дети сидят, а ты его пилишь и говоришь, я же права, сухой сук надо отпилить, но ты же упадешь. Короче. Подытожил. Вам не понять. Ну, тупо не понять. Нет, 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 нет. Нет. Ситуацию Влада, ситуацию мою, сторонним наблюдателям, ну, не объяснить до конца. Почему? Понятно. У меня тут такой же опыт был. Я думаю, что нет. Подожди, смотри. Вот мне понравилось то, что сказал Иван. Зеркало. Давайте так. Вот я в последнее время тоже смотрю, и порой, когда мне хочется что-то вот сказать, или какие-то веские, да… Да нет, вы не можете, потому что вы не нюхали, вы не чувствовали, вы не жили, вы не были в этой ситуации. Вы не можете судить объективно вот эту ситуацию. На основании вы не можете объективно обсуждать. Я сужу так, с точки зрения изучения боевых искусств, если я изучаю и практикую дзюдо. Вот смотри, простая ситуация. Я принял решение участвовать в соревнованиях. Чё это решение было? Соревнование или моё решение? Ну, твоё. Моё решение. Я принял решение соединить жизнь с женщиной. Чё это решение было? Моё, в первую очередь. Я принимаю решение. Или же, другой момент. Тренер мне говорит, есть соревнования, и у меня есть выбор, принять соревнования или нет. Да, то есть мне уже навязывают, то есть мы приведём так. Женщина говорит, выходи за меня замуж, будь моим мужчиной. И я вправе принять это решение или не принять? Да нет, я про отношения внутри, когда уже принято решение. Вот, теперь начинается следующее. Решение принято. Следующий этап. Мы вышли на татами, на поединок. Да? Я знаю… Я знаю, что финал, вот это вот то, что мы говорим, судьба. Судьба – это финал. Он вот там. Пять поединков надо пройти, шесть, не знаю, сколько там. Сколько ты говорил, ветераны? Три минуты. Да. Ну, там нет. И вот я выхожу. И начинаю… И начинаю… Играть. И начинаю играть. Это есть мягкий путь. Вот, если мы изучаем, да, податливость. И мне начинает же что? Душить. Мне начинает душить, да, там, не знаю, технику делать. А иногда, бывает, техники выходят, борцы некорректные. Знаешь, да, такое тоже бывает, да? Захватик тут взял, там, не знаю, за шейку. Здесь прижанил, да? В партере, так сказать, пальчик, так сказать, это… И начинает тебя… Конечно, можно так сказать… Судья, знай нахрен эту встречу, блин! Ну! Ну его, всё! Он грязно дерёт. Тренер! Да нет! Ты мне какую-то херня! Можно и так. Можно пойти по-другому. Можно начинать делать выводы. Ага, а почему я попал в эту ситуацию? Что меня привело? Какие мои действия, ну, я так думаю, привели меня вот в эту ситуацию? Я начинаю разбираться. Я говорю, ага, вот здесь смотри, почему у меня не получилась эта техника, и он меня в партере чуть, блин, не придушил. У меня есть время. Я хотел бы обратиться к Алексею и сказать, что мы люди, и мы имеем право на ошибку. Это хорошо. Так мы должны ошибаться. Слушай, вот когда начинается вот этот вот поединок, вот мы и ищем здесь поединок, мы или вправе отказаться, но опять… Да, да нет, я на все столы… Теперь ты начинаешь делать бросок. Тебе делали это, понимаешь, тебе входит на бросок, ты делаешь контратаку. Ты меня хочешь убедить… Нет, не убеждаю, я просто тебе рассказываю. Нет, 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 нет. Ты хочешь меня убедить в том, что я… В чем? В чем? Я в чем? Я говорю, что я. Я про себя. Я сейчас вот так себя, свою жизненную позицию по отношению к жене ориентирую с точки зрения изучения боевых искусств глобального. Вот так же я сделал. Семь раз, значит, обдумай тщательно, действуй решительно. Да, вот так же я сделал. Значит, выполняя любой бросок нельзя его выполнять в полудреме, блядь, когда ты еще не семь раз даже отмерил. Извините. Что? Чего-то и руднулся. Нет. Куда? Да. Зафиксировал. Поэтому, конечно же, первая ошибка в том, что мы зачастую семь раз не измеряем, спешим. Поэтому действуем абсолютно нерешительно в случае каких-то дел. не показываем, порой соперник нас атакует и мы поддаемся этой атаке и падаем, а мы можем уйти в контратаку и показать, что нет, дружище, все-таки вот здесь моя точка зрения более правильная. И вот, пожалуйста, прими ее, и ты показываешь, ты не показываешь свою слабость, а показываешь свою силу, но силу не физическую, а силу именно, как ты говоришь, мужскую некую. И тут вот это, я себя сейчас вот так соценирую. Поэтому, конечно же, как я помню, задал вопрос один раз жена моего одного приятеля, дзюдоиста. Он задал вопрос. Ты знаешь, я никогда не видел вообще, как вы изучаете эти приемы. И вот я просто у Дилу удавился, просто воображение. Он сказал, а вот так мы изучаем, хочешь покажу? Она, да. Он подошел к ней, взял захват и сделал переднюю подножку на пол, блин. Ее. Ее. Ну, скажи мне, пожалуйста, какое впечатление после этого у жены, блин, к своему мужу, которая родила ему детей. Он взял захват и сделал переднюю подножку. Нормально, как на тотальнюю, блин. Ну, только в пол. Он был бы уходистый. Конечно. И что произошло? Да? Ножку сломало. Не ножку сломало? Нет, ну просто, конечно, сегодня они не живут, конечно, вместе. И этот человек продолжает, так сказать, делать передние подножки, так сказать, только сам себе уже. Понимаешь? Сам себе уже делает передние подножки настолько, что он уже практически, наверное, в состоянии… Ну, клиника, да. А эта тема как легкая. Ты вопрос-то какой задал? Жесть. Всем болезненный, блин. Всем болезненный, блин. Все на этом геморрое сидят. А давайте продолжим после баньки. А после баньки следующий вопрос. Давай, коррективы. Просто от Алексея звучала реплика, что вы никто не знаете мою ситуацию, поэтому вы не можете ответить на мой вопрос. Вот я так услышал, я так говорю. Я просто был в подобной ситуации, у меня есть разные. Есть взаимоотношения мужчин и женщин, есть взаимоотношения в коллективе, есть в финансовом. И я там тоже у меня были мысли, особенно там где-то, ну, наверное, лет не так давно, шесть-семь назад. Откуда ты, Роман? Откуда ты, Влад? Откуда ты, Алексей? Можешь понять вообще, что у меня происходит в голове и в жизни? Блин, вообще. И тут мне в глазах попалась одна книга, там называется «Как научиться разбираться во людях». Она такая тоненькая брошюрка. Автор, наверное, Эгидис. Очень интересная. Я начал ее читать. Все. Первый вопрос, значит, откуда он про меня все знает. И второй, значит, вопрос, откуда он знает всех моих друзей. И это меня привело к пониманию следующее, что либо кто-то сейчас, либо кто-то до меня то же самое уже проживал. Неважно, в каком этом социуме, в каких взаимоотношениях, но это все уже на человеческом опыте, это уже прошло. Леха, задай вопрос. Было ли у вас такое в жизни? Задай вопрос. Да, было. Леха. В смысле? Были такие ситуации? Я же тебе говорю, три раза я расходил со своей супругой. И причем, реально. Кому задать вопрос-то? Ну вот, было ли, вот, ты говоришь, вы не понимаете, как, вот и что. Да, долбят. До сих пор долбят. Мне вот так, как ты говоришь, до сих пор говорят, да. Моему отцу так до сих пор говорят. И твоему отцу так до сих пор говорят. И я решил с этим расстаться. Да невозможно, что ты решил с этим расстаться. Да все, нахуй. Ну, я развелся. Извините. Сбой. 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 Это тоже твой выбор. Ну да. Я перестал это терпеть просто и все. Да. И вы... Все, пошли. Да. Тупичек. А, Леха. Спасибо за работу. Так тоже можно. Оказывается, так можно. Можно, Леха. Можно и нужно. Леха. Первая смена, да? Да. Мы с тобой. Да. Пошли. Мы с тобой. Ну, мы...